С каждым днём мы приближаемся к самому большому и дорогому празднику, 30-летию независимости. В эти дни по всей стране проходят особые встречи, где на одной площадке к тёплому общению приглашаются представители трёх поколений. События такие помогают раскрыть и рассказать о главном. Жизненный опыт старейшин, достижение зрелости, успехи молодёжи — это гордость, радость и сотни примеров, на которые хочется равняться. Встреча трёх поколений. В ней незримая связь прошлого, настоящего и будущего. В преддверии 30-летия государственной независимости страны проводимые подобные духовно-просветительские мероприятия на основе идеи Янги Узбекстон де Иркен во Фаравоне Шайлик дарят особое настроение и новоицам. В искренних беседах большое внимание, забота и поддержка, которые оказываются по инициативе руководителя страны каждому члену общества, расширяющиеся возможности для осуществления даже самых смелых жизненных планов. Такие дома мы раньше видели или по телевизору, или в фильмах зарубежного производства. Теперь всё это и у нас. Мы спокойны за молодое поколение, которое будет жить в таком прекрасном современном городе. И это результат проводимых руководителем страны крупномасштабных реформ. Отдельное внимание каждому, особенно нуждающимся, одиноким, инвалидам, а также воспитанникам домов Михрыбонли, которым выделяются квартиры на льготной основе. С первых дней своей деятельности в качестве президента Шавкат Мерзиоев живёт думами и чаяниями народа, показывая пример другим руководителям и требуя от них именно такого отношения к работе. Участники данного мероприятия посетили парк имени Алишера Навайи в областном центре и возложили цветы к памятнику великого поэта. Жить и учиться работать в регионе, который носит его имя, не только вселяет гордость, но и возлагает на каждого большую ответственность. Я очень счастлива, что живу в такой прекрасной области, носящей имя великого Алишера Навайи. Вот уже 40 лет работаю педагогом, прививая представителям молодого поколения любовь к родине, обучая их, чтобы каждый из них стал достойным гражданином обновляющегося Узбекистана. Каждый уголок области раскрывается словно цветок, даря взору новые яркие краски. Создаются все современные условия для населения. Перемены вселяют в наши сердца радость и мы благодарны за такое внимание. С заботой президента о народе, каждом из нас. За последние пять лет столько много перемен, которыми охвачены даже самые одоленные махали, аулы. Где в частности на основе программ «Обот-хшлох» и «Обот-махаля» строятся новые школы, детские сады, дороги и многое другое, что делает нашу жизнь еще лучше. И это настоящее счастье нашего народа. Одним из адресов, притягивающих к себе взоры гостей и туристов, является историко-архитектурный комплекс «Чашма» в Нуратинском районе. Побывали здесь и участники встречи трех поколений, почти в память предков. Центр экотуризма в Канемехском районе также один из практических примеров, иллюстрирующих стремительное развитие страны, открытие и успешное освоение новых направлений. Ведь разве можно было представить такое раньше в отдаленных пустынных местностях? Однако, когда есть цель, глубоко продуманы тактики и стратегия по ее достижению, то по плечу даже самые невероятные на первый взгляд проекты. Своеобразная «Жемчужина» подарила массу впечатлений. Представители более 50 национальностей, взаимодополняя друг друга, вносят свой неоценимый вклад в укрепление дружбы и согласия, и единства. Погружаясь в эту атмосферу добра и созидания, понимаешь, насколько дорог каждый миг нашей спокойной и мирной жизни. Интересные беседы под открытым небом надолго останутся в памяти каждого участника мероприятия. Документальный фильм, отражающий результаты, проводимых по инициативе руководителя страны во всех сферах реформ, обновления, которые коснулись каждого узбекистанца, дает возможность еще раз взглянуть на весь масштаб созидания, которым охвачено последние пять лет и Новоийской области. Трудно передать словами то, что сделано за последние пять лет. Обновление развития в каждой сфере. К примеру, не будет преувеличением, если сказать, что по сравнению с прошлыми годами почти в два раза повысился потенциал новоийского горнометаллургического комбината. Нынешние перемены имеют историческое значение, и будущее поколение будет возвращаться к ним как к самому яркому периоду. За последние пять лет такая произошла продвижка в работе нашего комбината, особенно в Учкудуке. Были построены озера, приезжают, радуются, приезжают в отпуск. Они не верят, что в пустыне такой оазис. Построен парк. А какой красавец парк! Какой бы регион ни посетил наш президент, в первую очередь старается, чтобы народ был доволен и согласен, расширять благоустроительные работы, развивать промышленность и другие направления, инициируя благие начинания. Например, на новоийской теплоэлектростанции запущены две современные парогазовые установки. Строительство ветряной электростанции мощностью 400 мегаватт, солнечной электростанции на 100 мегаватт в Карманинском районе расширит возможности по обеспечению населения и объектов промышленности этим ресурсом. Работавшие в разные годы на руководящих должностях ветераны труда с большим воодушевлением говорили о переменах, которыми охвачена вся страна. Выразили свои добрые пожелания молодежи. Настолько стремительны перемены, сама жизнь, что, кажется, время ускорило свой бег. За короткие сроки решаются проблемы, с которыми население сталкивалось 3-4 десятка лет. В основе же осуществляемых программ «Человек и его интересы». Налицо большие успехи в социально-экономической, строительной, культурной, духовно-просветительской сферах, например. Сегодня настолько мое сердце воплощено, настолько волнение я испытываю, потому что мы стоим в преддверии великого праздника, празднования независимости Республики Узбекистан. За последние годы независимости наша страна сделала резкий рывок во всех сферах – в экономической, политической, в медицине, в образовании. Сегодня, как представитель сферы народного образования, хочу сказать и выразить свои искренние слова благодарности за то, что мы, учителя, наконец-то начали делать свое дело, что мы освобождены от тех работ, которые мы выполняли раньше. Еще хочу выразить огромную благодарность за ту политику. То решение – это было очень сложно, но наши ученики начали получать 11-летнее образование. Также открыты широко двери для наших выпускников. Они могут выбрать себе профессию, имеют возможность за раз сдать пять и более высшие учебные заведения. Просто это невероятно выразить. На сегодняшний день в нашем Узбекистане открыты высшие учебные заведения, которые ведут совместную работу с многими странами. Различные возможности для нашей молодежи. Благодаря постоянному вниманию президента развитию отдаленных территорий, на которых проживают представители различных национальностей, на основе поручений, данных в процессе его встреч с местным населением в рамках визита в регион преобразился в облик сотен таких хишлаков-яулов, как Джускудук, Кулкудук, Утамурот, Керегетов, Чуя. Меняется мировоззрение людей. Предоставление же отдельных льгот проживающим на таких территориях молодым людям открывает перед ними широкие возможности в плане самореализации, раскрытия своих способностей в том или ином направлении. Необходимый человек для народа, которого мы так ждали, пришел. Это уважаемый президент Шавкат Мердзиоев. Он думает о каждом человеке, живущем в многонациональном, процветающем Узбекистане. Мы, представители различных национальностей, живем единой, дружной семьей и дорожим своей родиной, Узбекистаном. Гордимся им. Глава государства создает достойные условия для населения, дал свободу, защищает права и интересы народа. Благодаря его мудрой и дальновидной политике наша страна открыта миру и с каждым годом повышается ее авторитет на международном уровне. Глава государства поднимает глобальные проблемы и объединяет усилия на пути их решения. Примером тому и Орал, где проводится масштабная работа. Также взаимное согласие, религиозная толерантность, поднятие духовно-просвидетельской работы на новый качественный уровень тоже наше бесценное богатство. И успехи, в основе которых инициативы президента. Города и районы области примеряют новый наряд. Это, в частности, результат реализуемых на местах программ «Обот-Кшлок», «Обот-Махаля» и ряда других проектов, нацеленных на создание достойных условий жизни, развитие местной инфраструктуры. Теплые беседы, концертные программы, поднимая настроение, отражают самое главное – мир и спокойствие на родной земле. Межнациональное согласие, толерантность, возможность трудиться на благо страны, развиваться, достигать новых высот. И важно не просто глубоко осознать, но и беречь этот бесценный дар – наше общее богатство во имя сегодняшней счастливой жизни и будущего. Атмосфера таких встреч несет в себе объединяющее начало, ибо сплоченность придают силы, которые так нужны на выбранном Узбекистаном пути обновления и прогресса. Герои Узбекистана, кавалеры орденов, обладатели других высоких государственных наград, люди преклонного возраста, чей жизненный и трудовой путь служат примером для подрастающего поколения, известные представители общественности, молодежь. Все они получили массу впечатлений от встречи, определяя новые планы и цели. А сколько их еще будет? Главное, для их реализации есть все возможности, и это движение вперед всегда поддержано на самом высоком уровне. А фотограф запечатлел еще один миг на этом пути. Редактор субтитров А.Семкин